день седьмой едем домой седьмой день поеду домой уехал из грейн ривер знаете кому и по направлению к солдокси и думаем что доедем ну как она господь даст конечно будем надеяться что доеду благополучно до бейкер сити это же будут нас в орионе я в этом бейкер сирии хочу остановиться там есть гостиница такая старинная ну для берега старинная с я хочу остановиться и в то есть остановиться не буду я хочу не зайти посмотреть на нее и еще у меня есть одна цель я хотел бы чтобы у меня приятеля жил там от бейкер сидит там есть деревня абсолютно я забыл как даже называется миль 30 отъехать в горах и он там жил ориентовал кого-то там комнату или дверь или я не знаю ли целый домик я же не помню и он видео типа привозил там салман туда на нерест идет но абсолютно потрясная вещь и кстати там это драга драга который который землю роют и на золото искает и еще там же же раньше это тут везде золото искали естественно и там вот тоже она порыла были на если на корте посмотреть так и интересно вроде маленький озер закругу это потому что она жрела так течение 30 лет это драга и на там так часы стоит и там еще есть одна достопримечательность там они каким-то образом тут же везде раньше здесь железная дорога была блин чуть ли не каждую деревню а потом после второй мировой войны они решили что лучше на автомобиле перейти не пришли они приехали из европы когда увидели как киеве европе хайвей кругом дороги эти всех а я особенно и германия начала строить эти автоманы а тут же машин было побольше с чем европе а ничего нет и из науру по моему президента он решила построить хайвей так что вот эта система американский хайвей вот по которому я сейчас она приехала из европы идея прошла да так вот а так и здесь были кругом железная дорога у нас там где мы живем у нас там 2 и шла до истории из портленда и из истории шла члене в калифорнию якобы по побережью сума сайте ничего этого нет кстати у нас и когда-нибудь может пойду там нас есть строил горах как там сохранились сохранились тоннели и дороги блин железные идут если садом это все заброшено сто лет назад там 40 50 60 лет назад заброшено уже так вот это народ ким маленьким чему я рассказываю там еще есть железная дорога которую я не знаю сколько на мир куда идет люди летом от проезжают и вроде бы такое туристическое аттракшн такое значит воношь людям посмотреть так что и и мне там когда видео снимал уже снимал не для кого-то для себя им не так понравилось ужас я хочу сейчас заехать естественно сейчас осенью же плюс на пожары были и вроде бы нас когда прошлом году все горело круг ужасно в этом году тоже но у нас горит ну короче далеко на ю и все это не так страшно как в прошлом году короче хочу поехать посмотреть может мне понравится может мы туда с вами будет ездить вот так захочется что-то посмотреть взял поехал от нас езды туда пять часов до этого и байкер сидит то есть не так далеко короче я не знаю видно на камере блин какие эти холмы зеленые чудные ну какая же на таюта чудесные вообще я надеюсь что видно мы сейчас подъезжают эти вообще ног с высоты это сейчас машина спускается вроде все здорово просто сумасшедшие еще облака и где-то чего чего темная потому что же тень а где-то обычный у меня светлый 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 светлого здорово как и классная как насыпное такое впечатление что само сыпется блин здорово такая нежная какая-то как вроде пыль сделано вот потрясно Юта Юта, она и в Африке Юта Это пришло в голову Как интересно Вот едешь Часами, днями И из-за того, что глаз занят Или я не знаю, как-то это все не устает А может потому, что все время В повседневность Дом, работа Все эти заботы А когда ты куда-то едешь Вроде Мне когда-то приятель сказал Что в больших поездках Что хорошо, что ты когда едешь Из одного места в другое То ты нигде Ты знаешь, между Ты нигде Ты что-то уже оставил Но ты куда-то ехал Ты еще Ты это еще Не достиг И потому это чувство такое классное Когда едешь Я говорю, ну глядь Из Орекона мы здесь видели две машины А из Вашингтона мы их видим Вот смотри, вот эта бжикалка выехала Откуда-то из полей С правой стороны И они кругом Я поражен вообще Что такое К чего они, блин, везде ездят В Калифорнию, ладно А, блин, а Вашингтон? Не знаю Занимаясь себя Говорить Говорить о чем-то Едем и рассуждаем То о том, то о другом Какая погода дальше А как интересно На той стороне На той стороне Вот если посмотреть направо То у них абсолютно другие Абсолютно другие Облака Направо Или посмотреть Или налево Налево такие Классные Кучистые облака А с правой стороны Да Такие Какие-то Как размытые Перестые Совершенно Проинтересно очень Как оно Почему так Почему так А не по-другому Дежали до прайса Дэтиан Чорч Красный и желтый Посмотрите, деревья Красивые, конечно А это место Абсолютно убитое Тут Мы останавливались Что-то Или Пить Искали Я не помню Что-то Мясо Чем мы останавливались И зашли Спрашиваем у пацана Мол Что вы здесь Делаете А смотри Кстати Трейлера стоят Видишь То есть Сюда тоже Люди Проезжают И я думал Ну что они здесь Что они сделают Что они делают Здесь как бы Такие Осыпавшиеся горы Они горненькие Конечно Но здесь Если ветер и пыль Будет гонать А вот смотри Как живут люди Смотри Смотри Какие трейлеры стоят Глянь Видишь То есть Это вагончик Такой Блин С тоникой С бумаги Сделанный И Там живут люди Но оно мало стоит Естественно То есть Очень дешево стоит А что тут Тут же заработает Ты не заработаешь Нигде ничего Тут же Что тут Ну что Я не знаю Что тут Ну магазин Да Да Ты смотришь На это все Ужас какой А так Спрашивал Спрашиваю Что Чем Вы занимаетесь Здесь А он говорит Мы Здесь Пацан Говорит Мы здесь Охотимся А здесь Чудесная охота И этот Вот эта бжикалка Блин С Вашингтона Нужка Вообще Ну я не хочу Здесь ехать Здесь написано Сорок Я буду ехать Сорок Я здесь поездил Достаточно В этой стране Я заметил Что в этих маленьких Городках У них полицай Обычно стоит Где-нибудь В таком месте Ага Не Ну это полиция Это стейшн А полицай стоит И они хлопают Людей Блин Почему Написано Сорок Блин Едь сорок Будешь ехать В 45 Ты нарушил Спидли Как же Спать Что-то Такое А он Лень как живут Да Так этот Пацанчик Говорит Что Что Делайте Здесь Он говорит Мы здесь Охотимся Кстати Видишь Что Перебегают Олени Охотимся Говорит И на Фравил Говорит Тут Ну естественно Это Как Мекко Тут Весь Штат Куда Не едешь Везде Смотришь Люди На этих Фравил Или на мотоциклах Вот эти Диртбайкс Или ИТВ Или что Как там Хочешь Они тут Строят На этих Чипах Но не на На Чип-чип То есть Натуральные На них Переделывают Посмотришь Я Мы Заправиться Остановились Выезжали Заправимся Думаю Мы уже И поедем Кстати Интересная вещь Это Гринривер Бензин Был 4.95 Заголовок Естественно Соррой А вот Только Здесь Проезжали Блин Тусукани Было 4.79 4.79 То есть 15 центов Было здесь Дешевле Чем Гринривер Представляешь А почему Потому что Здесь Никого нет В Гринривер Все прутся Ну не все Прутся Но много Людей там Останавливаются Всегда Мы вчера ночью Когда приехали Из каньона Приехали А там А там Гостейцы Парковаться Негде Ну естественно Немцы Уезжают И на следующий День уже Будут абсолютно Другие люди Обычно Там день Ну два Человек Постоит И уезжает Вот как Мы там Две ночи Две ночи Ночевали Да Так что Здесь А кстати Ганя Смотри Он по-моему Орел летает Оконец Да Тут интересная Вещь Тут Эти вороны Блин А сегодня Увидели Кстати Гринривер Я про это Был поражен Хок То есть Увидел Блин А так Оно же Высокогорье Кстати Вчера В этом Кенни Лензе Там Знак висел Что там 5000 фит То есть Полтора километра На дуранье В море Потому что И потому Если ходишь Там допустим Так Слышно Что дышим Почему Потому что Прошел Прошел 20 метров А ну Вроде Там Полтора километра Это Ничего Но Если Ты Целый День Там Бегаешь По нему Тут И Да Не то Что Это Естественно Не Эверест Но Разница Есть Интересно Что Как Жарко Вот Температура Сейчас Я смотрю На температуру На датчик Покажи 61 градус Ауцгайд А То есть 61 градус Это Кто Я Знает Ну Тепло Ну Вообще Жарко Из-за Что Высоко Наверное Я Не знаю Короче Едем Поэтому Прайс Остановиться Не хотим Если Кроме Что Антик Заходят Антик Заходят И Ставится Ну Да Продолжается Прайс И Мы Поедем И Уже Пробую Наверное Копим Себе Кофе Все Прочее Так Купили Холодного Кофе Заехали На Заправку И Купили В Утилках Вот Этот Продается Везде Старбакс Сладкий Конечно Хадость Такая Ну Хоть Что Да На Заправках Кофе Не Люблю Покупать Там Вот Этот Просто Завариваешь Кофе Заварну Этот Блин Он Вообще Ужасный Короче Едем Хотим Хотим Какого-нибудь Более-менее Нормального Кофе Выпить За ним Кстати Когда сюда Ехали Заехали Это Бэккери Там Где Пекут Все Мы Собой Взяли Два Там Брала Какие-то Что-то Типа Что-то Ну Что-то Я не помню Что И Взяли И Естественно Мне Я еду Да И все Мне Нужно А Приехали В осеницу Боже Какой он Вкусный Вообще Так Мы Едем Сейчас С Целью С Такой Что Там же Остановлюсь И Это Самый И Возьму Там Вот этот Вот этот Возьму Что-нибудь Что-то Куплю В этот Бэккери И Будем ехать Ну Живать не будем Машине Естественно А Приедем В Бэкер Сиди Там Или Где-то Сядем У нас Чай Свой Классный Есть Я Как-то К старости К старости К старости Начал Чай любить Но Обратно Хороший Каждому Свою Конечно По вкусу Есть Такой Чай Называется Smith 55 Мне Очень Нравится Если Куда Доеду Я С 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 Маленький Чайничек Электрический Там Наверное Гром 250 Заваривается Пришел Сразу В гостинице Оставили Что я буду Слово Чай пить Кофе Конечно Я не буду Пить Я пойду Идет Искать А чай Который Я люблю И Причем Это Я уже Не помню Начал Рассказывать Что-то Смотришь Вот Едешь И думаешь Как они Здесь живут Какие-то Думс Я посмотрел Там какие-то Машины Внутри Стоят Большие Опа Что-то Кто-то А живут Здесь люди Мы заехали Остановились Здесь Я не помню Что-то Чипить брали Или что-то И Это плаза На плазе Эти магазины Там Такие Бизнеса Такие Значит И Интересная вещь Блин Практически Все закрыто И закрыто Не просто Потому что Это суббота А закрыто Потому что Потому что Out of business Да Потому что Лапти свернуло И все Ленка Классно Я не знаю Видно Это или не На камеру Наверное А может И видно Когда Одни деревья Зеленые А кром Это Урыть Осыпавшиеся Да Спокойно Живут Здесь Такая Жизнь В 4 часа Вечера Зимой Сон Свет Выключили И на этом Все закончилось Никуда Не пойдешь Все закрыто Зато Спокойно Абсолютно Это все-таки Очень большое Дело Еще до Спокойствия Мне так нравится Вот эти Горы Такие Знаешь Как стены Стоят Смотри Налево Блин Вообще Так классно Как стена Вообще Здорово Блин Вообще Представляешь Туда Туда Каньон Заходишь Там Это Голф Курс Да Это Голф Курс Вот Просто В себе Глянь Это Деревня Убитая Блин Они Голф Курс То есть Это Гольф Играем Представляешь Тут Вроде Да Так Интересно Едешь Наблюдаешь Что Ты Знаешь Что То Неожиданное Я Знаю Ну Интересно Это Все Конечно Или Смотри Мозг С одной Столы На Другую А Там Наверное Гостиница Какая Да Какой Это Бизнес Какая Гостиница И Видом На Голф Курс Это Конечно Не Гавайи Да Ну Сочной Тут Есть Своя Красота Это Сто Процент А Если У Тебя Еще Есть Какой Ты Любишь Там Покататься На Дер Байк Или Велосипед У Гор Здесь Просто Блин Дальше Там Можно Ехать Бесконечные Мили Да Проскоры Блин Вообще Попрясно О Хайвейчик Куда-то Пошел Местный Глядь Пошел Город Там Ничего Нет Если Посмотреть Если Посмотреть На Карте Тут Ничего Нет Вот Хайвей Сейчас Идет Прямо Солдек Сири И Вот Эти Городки Маленькие А Дальше Там Ничего Нет Там Сколько Там Миль Между Одним Городом Другом Допускай Надо Будем Считать Допустим Отсюда До Прайс Была Сколько 48 Миль Да Это 48 Миль Километров 60 И Вот Этот Одного Города Кадру Другого Какого Оно Маленькое Крохотное Посмотреть Деревня Абсолютно Правильно А между Ним Ничего Нет Ничего Там Земля А где А где Нет Знаешь То есть Здорово Блин Таким же Образом Как мы Ехали Сюда Мы Едем Естественно Отсюда И Так самое Интересное Ну не Самое Интересное Как вы Все Знаете Когда Едешь В одну Сторону Вроде Одна Друга С другой Стороны Не держит Провайдер Так Интересно Почему И Смотрите У нас не было Здесь 6 дней До 7 дней И Здесь Явно Пожелтели Деревья Те Которые Должны Пожелтеть Естественно Те Которые Здесь Вот На скалах Растут Те Никогда Не Желтеют Такой Будет Стоять Маленькие Блин Я Кстати Вчера Обратил Нимание Мы В канюне Когда Сидели Я пытался Снимать Закаты Эти Всем Так Там Эти Маленькие Кусты Блин А посмотрел Да ничего Подумано Это дерево Блин Такое Сантиметров В 40 Высоту И уже Покрученное Такое Вообще Как Париджачий Хвост Высоко Горах Деревья Растут Все Рано Смотри Вдоль Воды Здесь Ну Здесь Не Высоко Горах Конечно Тем Более Мы Уже Спустились Здесь Наверное Где-то Километр Высота И Смотри Растут Блин Деревья Там Где Вода Есть Растут Деревья То есть И вот В этих Деревнях Деревнях Там Тоже Блин Кругом Посаженные Блин Интересно Смотришь В основном Садят Всевозможные Вот эти Такие Деревья Лиственные Которые Красиво Осенью Там Называется Оспен Оно Что-то Типа Что-то Типа Я забыл Как Осина Что-то Типа Осина По Коре Смотришь Такая Гладкая Красивая Молодая Когда Я их Никогда Не видел Толстыми Кстати Ну Мы Где Живем В Орегоне У нас Он Для Нас Его Нет Он Там В горах Где-то На Юве Растет Ну Я Которые Везде Везде Высажены И Все Прочее Они Просто Декоративные Ну Не Декоративные Они Кто-то Там Специально Привезли Там Бизнеса Или Хозяина И Посадили Кстати У нас Болеют Очень Эти Березы Откуда Я Знаю У меня Приядер Он Доктор Голосной У него Березы Эти И Начало Болеть Он Садовника Прогласил Чтобы Садовник Посмотрел Он Посмотрел Слушай Мы Конечно Можем Ее Лечить Это Будет Тебе Там Три Четыре Тысячи Стоит Но Я Тебя Советую Ее Просто Выкипать И Посадить Что-нибудь Другое Почему Потому У него Одну Он Так И По-моему Выкопал А Вторая Так Еще В Так В Хорошем Состоянии Так Что Вот Еще Я Еще Вам О Дени Рех Рассказал Так Вот Я Садовник Никогда Не был В Швейцарии Но На Том Гайвэй Когда Еду Мне Что-то Кажется Что Я Еду Как В Швейцарии Вот Интересно Нет Здесь Как-то Я Не знаю Эти горы Блин Кстати Обратите Внимание Уже Начались Уже Начались Абсолютно Пожелтели Эти Деревья Там Тут Еще Я Уже Говорил Тут Еще Если Попасть В конце Сентября Начале Октября Мы Всегда В это Время Ездим Куда Нибудь Вот Здесь Конкретно Будут Вести Два Кустарника Вот Этот Желтый Деревья И Красный Кустарник Если Попасть На Нем Просто Абсолютно Просто Абсолютно Удивительно Да Да Феноменальная Красота Желто Красные Оры Вот Здорово И Мы Когда Первый Раз Приехали Сюда В сентябре Мы Поняли Что В конце Сентября Здесь Это Так Оно И Есть Ну Естественно Года Даже Естественно Отличается И Никто Не Знает Когда Этот Когда И Что Будет Цвести Ну Не Цвести В смысле Желтеть Мнять Цвет Ой Швейцария Смотришь По телекам Швейцария Ну Какая Красота Ну Я вам Скажу Честно Это 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 Не Швейцария Нет Это Не Швейцария Это Не Рио Де Жанейро Совершенно Швейцария Да 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 Мы Ехали И думали Может нам Что Это Остановиться Да Мы Приедем Через Неделю И снимем А вот Эти Цвета Тут Красный Как Бурый Обычно Может Через Пару Днев Будет Абсолютно Красный Да Потому Что Желтый Это Желтый А Красный Еще Нет А Он К Красный Просто Вообще Здорово Сори Наехал На эту На эту Зибру О Смотри Какая На той стороне Желтый Абсолютно Желто-зеленый Красного Нет Почему Нету Красного Где Где Эти Советские Где Этот Макар Наволь Чтобы Красный Флаг Повесить Глянь Как Классно Стоит У человека Домик Прямо На этом На этом Скоткосе Да Здорово И эти Оспенс Вообще Обалденные Желтые И главное Что уже ездили Здесь И не один Раз А все равно Я уже Знаете И домики Хоть Я сюда Езжу Не каждый Год Через Год Или Через Два В этом Случа Даже Четыре Аня Интересная Вещь Едем То Все Ребята То же Время Ну Практически И Аня Вытащила Меня Не Вытащила Знаешь Google Присылает Что Где Ты был Там Модно Задали Что Ты Фотографировал Там Или Что Что Типа Этого И Вот Дом Везут На Колесах Тут Этим Мобил Холмс Привезли Поставили На Фундамент И Уж Деда И Думит Есть Глянь Какая Красота А Так О чем Я Говорил О том Что Аня Говорит Вова Посмотри Мы Здесь Четыре Говора Ровно Назад Были Классно Конечно Я Сейчас Надо Будет Сфотографироваться Чтоб Еще Четыре Года Назад Ну Дай Бог Мне Это Планы Приехать Еще В Следующем Году Сюда Я Хочу Приехать В Эти Монумент Я Хочу Приехать На Машине Которая Будет Выше Чем Кемри Там Конечно Можно Ездить На Кемри Но Я Не Хочу Ехать Уже Так Смотреть Чтобы Лучше Приехать На Чем Небуде Север Как Я Так Я Сделаю На Север Приеду Сюда Чтобы Можно Было Поехать По Монумент Валой Кстати Там Есть Там Не Доезжая От Монумент Валой Там Еще Есть Очень Красивое Место Называется Valley Of The Gods И Тоже Классно И Я Смотрю Там Туда Ездят То есть Туда И На Кем Ре Обратно Я Как-то Не Могу Решиться Туда На Кем Ре Поехать Честно Говорю Почему Потому Что Мне Домой Ехать Полторы Тысячи Миль И Думаю Вдруг Что-то Где-то Оборву Или Что Проще И Надо Потом Искать Шап А Это Не То Что Я В Salt Lake City Тут Этих Шап Как Страшное Количество А Там На Резервации Где Какой Там Шап И То Мне Пришлось Там Допустим Обратно Снимать Какое То Жилье Где-то И Ждать Пока Порс Привезут Пока Отремонтируют А Сами Понимаете Шап Какой Ну Деременский Кто Знает Что Он Знает Что Не Знает Поломать Еще Что То Короче Не Захотел Ехать На Кем Не Захотел И Короче Хочу Очень Хочу Поехать В следующем Году Едет Хаммер Да Это Причем По-моему Или Первая Или Вторая Модель Здоровая Еще Страшная Он Здоровый А он Абсолютно Автомобиль Армейский Он Не Приспособлен Для того Чтобы Ездить По Городу И В Него Если Кто Нибудь Может Сидел Или Нет Так В Нем Там Где Водитель Сидит Такое Впечатление Что Сидишь Уазик Если Помните В этих Скорых Уазиках Ты Сидишь Маленькие Места У тебя И С Правой С Правой С 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 Т Посмотрел Тут Ещё Допустим Я êu В Там Като Там Не Смотрел А Там Грин Ривер Я Посмотрел Там Ночью 48 Было То есть Довольно Так Ещё Тепло Но Вообще Осень Эта Ужасно Теплая Как и Летая Я Думаю Там Ух Ты Видел Он Придурок Какой Хочет Обогнать Господи На Траке Как Это Даже Какая-то предликовая машина. Да скрылся, чувак. Это ступит. Ужас какой-то. Куда ты приехал? Да никуда он не приехал. Показывается 6-й гайвей. Вьюти. Вот он. У нас, кстати, я сделаю видео обязательно о том, как мы тоже по 6-му гайвей и только у нас в Орегон. Едем на океан. Тоже так вот вьется. Но разница, конечно, громадная между нашим гайвей, насколько у нас разница большая в растительности. Хотя мне здесь, несмотря на то, что здесь, мол, растительность идет, тут ручеек течет с левой стороны. Блин, эти все деревья. Красиво. У нас тоже, кстати, там речка течет. Вилсен. Вилсен Ривер. Все в деревьях. Да, я сниму обязательно. Может кто-то захочет поехать в Орегон. И поехать можно же в разные места естественно ехать. Как хорошо, что люди снимают это все. Ну, я не бьют меня. Много других. Можно посмотреть видео, что сухо стоит. Можно же, мол, и я раньше, ну и сейчас я там, допустим, пошлю кому-нибудь, мол, спрошу, ну, слушай, ты вот ехал туда, там, или там, ты как-то думаешь, а где лучше? И человек отвечает, что я думаю, что вот это лучше, а я думаю, что вот это лучше, понимаешь, и так далее. У тебя уже, если ты забираешься ехать куда-то там, путешествовать, то тебе уже, наверное, ты не едешь. Значит, мы когда первый раз поехали, это был 2009 год, да, сюда мы переехали в 2009 году. То... У меня еще карты были в машине. Хотя уже, уже был же естественно и Google это все было. А, нет, правильно, Ганя. Ганя, совершенно. Знаешь, такой Garmin монитор такой, его, оно показывает тебе и дорогу, и, короче, все. Вот мы этот покупали, я говорю, карты. Это уже я чересчур. Да. И когда доехал сюда, то, естественно, делал, знаешь, все еще на интернете, где лучше, что лучше, как лучше, как не вскочить в день, блин, здесь, потому что здесь вскочить можно моментально. И смотришь на это все. А сейчас люди ездят, и ты можешь посмотреть, как человек поехал, и что он видел, понимаешь, и тут даже не в том дело, что он видел, как, допустим, вы сейчас видите то, что я снимаю. А то, что будет у вас представление, знаешь, допустим, мужегоряжение, ты знаешь, я только уже посмотрел пацана видео, и говорил, что по шестому хайвэ очень красиво, очень хорошо, ну давай мы поедем. Тут можно, естественно, по-другому хайвэ ехать, немножко дальше, кстати. Ну, короче, хорошо, что есть интернет, правильно? И этот, YouTube. Я сделаю видео, поставлю на YouTube, может кому-то ставить интересно, как поехать YouTube, и где лучше остановиться, и может кому-то будет интересно даже задать вопрос какой-то. А как и что? Я с удовольствием отвечу, конечно же. Мне же люди отвечают, мне же люди помогали. Да и сейчас до сих пор. Я все-таки молодой человек, сегодня знаю. Вот когда я вырасту, стану большим. Давайте. А смотри, блин, вот едешь через аэроход, все сожженное, все сожженное. А тут, тут дождь, тут так интересно, блин. Вот мы здесь были, блин, и все, ночью, и дожди, и дюм, и шли, дожди. Мы сюда ехали, по-моему, дождь шел, да? Сюда дождь шел, оно все зелененькое здесь. Вот кажется, да? А в этом самом, в Вайдаху, ничего нет. Наверное, может уже идут. Глянь, какая красивая гора. Она когда, когда желтая и красная. Боже, ну, не просто... Швейцария. Швейцария и все. Ну, прямо, ну, такая красота. Ой, ой. Да и сейчас все равно классно. Глянь, какие-то луга альпийские, блин, там. Глянь, дорожки, блин. И, пацаны, я ехал, мы на них смотрим, или стоит, стоит такой небольшой парковка, они съехали с дороги. И они все съехали на этом, на трак, и трак с полицейским, с полицейским. И на нем вот эти и ТВ, и горы. Представляешь, туда поехать, вернуться назад, заехать на большую гору, там еще можно бросить и ТВ. Они наверняка еще и охотники. Тоже же этих дичи этот ужас. Смотрю, там далеко-далеко домик стоит. Я не знаю, видно вам или нет. У меня такая линза, она широкая. Короче, одну же рукой веду машину. Вот, одной рукой веду машину. А второй рукой держу камеру. Надо, конечно, что-то... Это мне не хочется покупать. Я же не собираюсь сделать, знаешь, видеоблог. А что? Если вот мне Sony A9 II. Я ее пользую для того, чтобы снимать... Снимать картинки или видео, или может где-то какую-то там, иногда снимешь какую-то свадьбу или что-то. Не люблю я фотографировать. Это видеоблог, это слишком много проблем. Да они там делают проблемы. Этим надо заниматься. А мне-то не интересно. Мне просто хотелось поделиться. Поделиться то, что я видел, то, что я чувствую, то, что я сейчас вижу. И, может, кому-то тоже станет интересно, как поехать лучше в эту еду. Где остановиться, что сделать. Потому что есть жизнь коротка. Если есть возможность, то, естественно, надо ей пользоваться. Да. Спасибо. 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 Спасибо.